Время новостей. Время новостей. Время новостей. Смотрите, мы на таможне в Леушенах, на выезде из Молдовы. Не работает программа. Думаю, тут километровые очереди из машин. Полтора часа информационные системы не работали. Неисправность была устранена. После устранения проблемы все 32 пункта пропуска через государственную границу возобновили свою работу. Два человека госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей, в одном из которых находились пассажиры. Авария произошла вечером 14 июля в вторичном секторе Чиканы. Один из автомобилей принадлежит службе такси. В момент столкновения в нем не было пассажиров. После столкновения водитель автомобиля такси в возрасте 32 лет и 35-летний пассажир второго транспортного средства были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По сообщению полиции, водитель второй машины скрылся с места происшествия. По факту, происшествие начато расследование для выяснения всех обстоятельств и установления личности второго водителя. Продолжаем выпуск. Для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету, в результате банковской аферы требуется воля президента. Об этом заявил председатель политической партии Шор Илон Шор в эфире одного из молдавских телеканалов. Он подчеркнул, что возврат миллиарда – одна из главных задач для нашей страны. А для него личное решение этой проблемы является приоритетом номер один на ближайшие месяцы. Илон Шор вновь призвал президента Майо Санду отнестись к вопросу о краже миллиарда не как к политическому, а как к важной для страны задачи. Политик подчеркнул, что и для него лично эта задача – одна из главных, и он будет добиваться ее решения. Я очень жду и рассчитываю на то, что в ближайшее время со мной свяжутся представители администрации, президента, любого госоргана, уполномоченного вести переговоры и решать данные вопросы. Меня дико и удивляет отсутствие желания госорганов, кричавших 7 лет подряд о том, что они ищут решение этой проблемы, не выходить со мной на связь на протяжении трех месяцев, с момента, когда я заявил о нахождении решения проблемы с миллиардом. По словам Илона Шора, за такое отношение чиновников следует привлечь к уголовной ответственности, так как речь идет о народных деньгах. Он напомнил, что публично сообщил о намерении акционеров банка выкупить кредиты, чтобы граждане узнали правду о банковской афере и именно тех, кто в ней виновен. Все зависит от политической воли госпожи президента. Я считаю, что если наша госпожа президент реальной европейских ценностей, принципов и всего остального, она не просто даст спинок под зад всем чиновникам, которые сидят и протирают одно место, и даже не встретились с нами за этот период времени, она еще и проконтролирует лично результаты встречи, начала переговоров, в поступлении первых средств, реализации и так далее. Пресс-секретарь администрации президента Сарина Штифырца, к которой мы обратились за комментарием, ответила, что не комментирует заявление Илона Шора. Ранее Нацбанк Молдовы, Генеральная прокуратура и президент Майя Сандо отказались от переговоров с адвокатами Шора, заявив, что этим делом должны заниматься прокуроры. Представители НБМ отметили также, что приветствуют сериальные усилия, направленные на скорейшее завершение следствия и возврат похищенных средств. До этого Илон Шор от имени акционеров Банка Деэкономии предложил выкупить портфель невозвратных кредитов у государства, чтобы деньги поступили в бюджет, а затем возместить затраты за счет настоящих выгодополучателей банковского мошенничества. Председатель партии «Дома строим Европу» Георгий Кавкалюк не явится в прокуратуру Санджирей, куда его вызвали по делу о «Зеленке». В сообщении, размещенном на его странице в Facebook, бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции, который сейчас находится в отпуске, утверждает, что проинформировал Генеральную прокуратуру о причинах своего решения. Прокуратура будет ждать его завтра в 10.00, как и было заявлено. После этого будет озвучена наша позиция. В этом лидер Пачо заявил, что проигнорирует повестки в прокуратуру до рассмотрения запроса об отводе прокурора по делу. По его словам, супруг прокурора, его бывший подчиненный в полиции, и Кавкалюк расценивает это как конфликт интересов. Еще одна причина отказа отвечать на вызовы в следственные органы заключается в том, что его адвокат находится сейчас в отпуске за границей. Напомним, в апреле несколько членов партии Пачо обрызгали вице-председателя Санджирейского района «Зеленкой» после того, как он вакцинировался раньше врачей. Пострадавший Тудор Тутунару был госпитализирован с ожогами глаз. По данному факту возбуждено уголовное дело. Георгий Кавкалюк квалифицирует его как дело с политическим подтекстом. Посол Соединенных Штатов Америки покидает Молдову. Заканчивается срок полномочий Дерека Хогана. На его место президент Джо Байден назначил Кента Дойла Локсдена. Как информирует Белый дом, новый посол – профессиональный дипломат. Ранее он занимал должность заместителя главы посольства США в Берлине в качестве поверенного в делах. Новый посол владеет русским, украинским, тайским и немецким языками. Нынешний глава миссии США в нашей стране Дерек Хоган в период своей дипломатической деятельности был обвинен некоторыми молдавскими политиками во вмешательстве в политическую жизнь Молдовы. Также Хоган – один из трех послов, побудивший бывшего демократа Влада Плохотнюка покинуть страну. В то же время США объявили, что передают Молдове полмиллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции Джонсон и Джонсон, из которых 150 тысяч доз уже доставлены. Официальный сайт счетной палаты Республики Молдова подвергся кибератаке несколько дней назад. Однако сообщение об этом появилось только сегодня. В результате хакерской атаки уничтожены базы данных. С подобной ситуацией счетная палата столкнулась впервые. В настоящее время работа сайта еще не возобновлена. Как сообщают представители организации, предпринимаются меры по восстановлению базы данных, а до тех пор вся информация будет публиковаться в социальных сетях. Атака предпринята вперед проведения резонансных проверок и публикации в СМИ результатов аудиторской деятельности счетной палаты. Проводится расследование всех обстоятельств, в ходе которого предстоит установить, была ли атака проведена с целью шантажа или по заказу, чтобы помешать работе государственной структуры. Продолжаем выпуск. Тревожная ситуация в столице. Специалисты предупреждают, что количество случаев интервирусных инфекций растет. Всего за 8 дней среды малышей зарегистрировано 56 заражений, тогда как 6 месяцев этого года подтверждено только 27 случаев. В разгар инфекционных заболеваний в Кишиневе госпитализировано более 30 пациентов с интервирусными инфекциями. Врачи призывают родителей соблюдать личную гигиену детей и обращаться за медицинской помощью при первых же симптомах. Наша собеседница, мама двойняшек, три дня назад была интернирована с детьми в первую муниципальную клиническую детскую больницу. Сначала недомогание малышей она приняла за обычную простуду. Однако температура то поднималась, то снижалась. Я вызвала скорую, мне сказали, что у деток опухшее горло и нужно госпитализировать. У них аллергия появилась во рту, они не могут есть, плачут. Энтеровирусная инфекция легко передается через воду, пищу или игрушки, через грязные руки и воздушно-капельным путем. Одно из легких проявлений заболевания – это сыпь. Однако врачи утверждают, что вирус способен поразить слизистую глаз, кожу, мышцы, а также внутренние органы – сердце, слизистую кишечника, печень. Поэтому обращаться следует при первых же симптомах. Если у ребенка повышается температура и появляются аллергические высыпания, обязательно нужно обратиться к семейному врачу, чтобы поставить правильный диагноз и не допустить развития опасных вирусных инфекций, как, например, менингит. В настоящее время более 30 детей с этим заболеванием госпитализированы в больнице Кишинева. По данным Главного управления образования молодежи и спорта столицы, всего за 8 дней среди детей было зарегистрировано 56 случаев заражения. Наиболее подвержены заболеванию дети от 3 до 10 лет. Родителям и работникам детских садов рекомендуется соблюдать осторожность. Самое главное – это личная гигиена, обработка игрушек, которые трогает ребенок. Необходимо тщательно мыть фрукты, овощи, проводить правильную термическую обработку. Родители рассказали, что регулярно проверяются у врачей, а кто-то после пандемии даже из дома не выходит без антисептика. Мы постоянно ручки чистим салфетками, дезинфектор всякий. Вот так и защищаемся. Это вообще-то идет и болезнь грязных рук у детей, особенно если они играют в песке, надо постоянно обрабатывать. Плюс грязные фрукты, овощи, их тоже нужно постоянно мыть. Постоянно контролируем. Есть анализы специальные, которые делают анализ крови и анализ другие. По свидетельству врачей, в прошлом году в условиях карантина из-за пандемии случаев энтеровирусной инфекции было немного, тогда как в 2019 году подтверждено 805 случаев, в том числе 11 заболеваний энтеровирусным менингитом. Наибольший уровень заражения энтеровирусом приходится на период с мая по август. Новые кадровые перестановки в премарии столицы. Ольга Урсу назначена вице-примаром Кишинева. Должность стала вакантной после отставки Инги и Анисии. Не было негативных откликов, потому что люди ее прекрасно знают. Единственный критерий это был профессиональный дисплей. Решение принято на заседании муниципального совета Кишинева 15 июля. За назначение Урсу проголосовали 27 советников, представители партии социалистов, партии ШОР, ДПМ и ПКРМ. Против ее назначения высказались советники от партии «Действие солидарность» и платформы «Достоинство и правда». Остальные воздержались. В Аргееве начат ремонт еще одного двора и улицы. Работы проводятся во дворе домов номер 4 и 6 по улице Скрисул и Латин и на улице Шоймарул в центре города. Как и обещал после выборов 11 июля лидер партии ШОР Илон ШОР, Аргеев и другие населенные пункты, где его политформирование получило больше всего голосов, будут развиваться быстрыми темпами. Более 400 аргеевцев, проживающих в домах по улице Скрисул и Латин, в скором времени смогут наслаждаться отремонтированным двором, который будет соответствовать всем стандартам высокого качества. Согласно проекту, тут будут обустроены парковочные места, сушилки для белья и установлена платформа для сортировки мусора. И это еще не все. Во дворе построят игровую и спортивную площадки, о которых давно мечтали жители. Я пожилая женщина, и сколько руководителей у нас было, никто не переживал об Аргееве. Это была мусорная яма, как был и остается сейчас город Бельце. С 2015 года, как пришло новое руководство, у нас стали проводиться очень хорошие работы. Я думала, что после выборов все прекратится, но мы рады, что работы продолжаются. Еще красивее, еще больше проектов, как сказал нам господин Примар, они должны реализовать. Впереди еще очень много работы. Мы очень довольны Илоном Шором и господином Вережану, что обещают, абсолютно все выполняют. Также стартовали работы и на Аргеевской улице Шаймарул, где расположены лицей имени Караджари и медицинский центр. Для сотрудников этих учреждений и жильцов соседних домов построят парковку. Ремонт по улице Шаймарул позволит разгрузить транспортный поток в центре города. Отремонтированная дорога упростит движение по улице Василия Лупу, на которой часто образуются автомобильные пробки. Тут творилось ужасное. Мы гордимся и мы рады. Светлана Рожкован уже почти шесть лет проживает в Италии. Недавно она вернулась на родину. Женщина говорит, что то, каким она увидела город, впечатлило ее до слез. Я удивилась красоте нашим дорогам, нашему Аргееву. Мне нравится, что сделано. Аргеев очень красивый. Вчера я была в центре города, смотрела, как там. И мне очень понравилось. Я чувствую, что не смогу вернуться туда, откуда приехала. Местные власти заверяют, что все проекты осуществляются на самом высоком уровне. Мы обустраиваем все структурировано. Все, что связано с дорожным движением, с тротуарами для безопасности пешеходов. Инфраструктурные проекты продолжатся как в Аргееве, так и в населенных пунктах, управляемых примарами от партии ШОР, утверждает лидер политформирования. Речь идет о комфорте тысяч людей. У них будут отличные дороги и тротуары, парковочные места, детские площадки, скамейки, клумбы и так далее. Мы делаем то, до чего у других примарей уже 30 лет не доходят руки. Илон Шор и его команда пришли к власти в Аргееве в 2015 году и за несколько лет сделали город самым развитым, чистым и благоустроенным в стране. В этом году примария Аргеева внедрила масштабный проект ремонта дворов многоэтажек. Параллельно в городе идет и ремонт второстепенных дорог. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архии ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Продолжение следует...